Новых иностранных агентов назначают уже каждую пятницу. Вражескими СМИ можно объявить даже не организацию, а просто любого журналиста, блогера или общественника, который пишет что-то в социальных сетях. Экстремисты, иноагенты, нежелательные. Это в подавляющем большинстве случаев обычные люди. Защищает избитых женщин, борется за экологию, помогает журналистам, защищает права беженцев и заключенных. Так вот, друзья, писать об этих проблемах становится просто некому. Именно из-за того, что активных граждан преследуют. То есть о реальных проблемах реальных людей теперь становится просто некому говорить. Привет, это Дмитрий Гудков. Недавно на правозащитника Льва Пономарева составили протокол за то, что он написал в соцсетях поздравления для друга. Пономарев поздравил с получением Нобелевской премии мира главреда новой газеты Дмитрия Муратова, но забыл в своем посте указать, что является иностранным агентом. Новых иностранных агентов назначают уже каждую пятницу. Это превратилось в своего рода традицию. Наступила пятница, жди новых подарков от Минюста. Но за шутками над этой бюрократической нелепостью люди совершенно забывают, что и на агентство это вообще-то очень серьезно. Тот же Лев Пономарев, например, за повторные нарушения может оказаться в тюрьме. Сегодня я расскажу, что значит статус иностранного агента и чем он опасен не только для его обладателей, но и лично для вас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а мы начинаем. Начнем с истории. Иностранный агент завелся в нашем законодательстве летом 2012 года. Это клеймо придумали, конечно же, депутаты Единой России для некоммерческих организаций. Если они получают деньги из-за границы и каким-то образом участвуют в политической деятельности, то сразу объявляются иностранными агентами. В итоге организация должна зарегистрироваться в специальном реестре и регулярно отчитываться Минюсту. Ну, либо платить штраф 300 тысяч рублей. А если откажется регистрироваться, то и вовсе прекратить работу. В нормальных странах законы нужны, чтобы пресекать преступления и защищать права людей. Ну, скажем, если грабитель решит на улице отобрать у человека телефон, он нарушает права этого человека и за это садится в тюрьму, ну, или в конце концов платит штраф. Вроде бы здесь все просто. Но вот в чем преступление иностранного агента? Чьи права он нарушает? И почему за эти так называемые нарушения полагаются такие безумные штрафы и даже тюремные заключения? Этого как раз не смогли объяснить даже те люди, которые иностранных агентов придумали. Законный проект был вообще написан какими-то туманными формулировками, вроде формирования общественного мнения или, например, злостное уклонение. А что такое политическая деятельность, тоже никто особенно объяснить не смог. Это оставалось буквально на усмотрении исполнителям. Единороссы утверждали, что копируют американское законодательство. Якова берут за основу фара. Это такой закон о лоббистах, который действует в Соединенных Штатах Америки. Но на самом деле они промахнулись на несколько десятков лет и как будто случайно приняли закон о внутренней безопасности из эпохи маккартизма. То есть под фара попадают организации, работающие по поручению иностранного государства, в интересах иностранного государства и на средства иностранного государства. А вот маккартисты в Соединенных Штатах Америки в 50-е годы преследовали вообще всех инакомыслящих, включая ученых, художников, писателей, да и вообще простых людей. В общем, ну, наш случай. Госдума молниеносно приняла законопроект, софет одобрил, Путин подписал, и 21 ноября новая норма вступила в силу. Представители сферы бурно отреагировали, некоторые, как правозащитница Людмила Алексеева, наотрез отказались сами на себя клеить этот позорный ярлык. Чувашская правозащитная организация «Щит и меч» решила показательно принести себя в жертву и зарегистрироваться иностранным агентом, ну, чтобы продемонстрировать недостатки всей этой идиотской процедуры. Ну, например, из реестра нельзя было выйти, и тогда Минюст им отказал, не найдя оснований для внесения в списки. Но это была такая временная мягкость. В феврале 2013 года Путин обратился с речью коллеги ФСБ и потребовал скорее опробовать свежее карательное законодательство. Сегодня установлен порядок деятельности НКО в России. В том числе это касается и финансирования из-за границы. Эти законы должны быть, безусловно, исполнены. Его подчиненные взяли под козырек, а вскоре силовики провели рейды в офисах двухсот некоммерческих организаций в 50 регионах страны. Причем приходили с совершенно бессмысленными требованиями. Ну, например, проверяли, привиты ли общественники от кори. Вот к вам на работу часто приходят делегации чиновников и силовиков, чтобы проверить прививку. А к правозащитникам приходили. Группа, которая пришла кошмарить мемориал, не стала придумывать никаких причин для проверок. Просто потребовала 8 с лишним тысяч копий документов. То есть возьми да покажи. А некоммерческие организации до закона об инагентах регулярно сдавали отчеты в Минюз и Ростфинмониторинг. И не скрывали источников своего финансирования. То есть смысла вообще никакого в этих проверках не было. Пришли на самом деле просто припугнуть, чтобы отчитаться перед начальством. Главной жертвой их проверок стала ассоциация наблюдателей «Голос». Власти давно точили на нее зуб, потому что «Голос» обнаружил массовые фальсификации на выборах в 2011-2012 годах. Наблюдатели фиксировали, как на участках голосуют мертвые избиратели, как там вбрасывают целые пачки бюллетеней и вводят карусели. Что было дальше, вы помните сами. Массовые протесты против фальсификации. Конечно, после такого власти решили записать голос в иностранные агенты. Наблюдатели отказались подчиниться и расформировали свою организацию, переделав ее в движение без регистрации. Забегая вперед, хочу сказать, что это помогло лишь на время. И уже в 2021 году чиновники все-таки внесли в списки инагентов, координаторов, членов Совета движения «Голоса» и само движение тоже, несмотря на то, что оно не зарегистрировано. Расширять списки врагов народа начали в 2017 году. Подвернулся хороший повод. Американское министерство юстиции потребовало, чтобы пропагандистские российские СМИ Russia Today и Sputnik зарегистрировались в качестве иностранных агентов в США. В ответ российский парламент придумал ввести в России такую дефиницию «СМИ иностранные агенты». И первыми под раздачу попали почти те же, кто и полстолетия назад. «Голос Америки» и подразделение «Радио Свобода». А потом уже иностранными агентами объявили практически все независимые СМИ в нашей стране, которые освещали и протесты, и выборы, и коррупцию. В общем, с чужими поборолись, поборемся со своими. В январе 2018 года Госдума приняла поправки в закон о физических лицах, признанных СМИ иностранными агентами. То есть теперь вражескими СМИ можно объявить даже не организацию, а просто любого журналиста, блогера или общественника, который пишет что-то в социальных сетях. Именно так, кстати, СМИ иноагентом стал Лев Пономарев. Он, конечно, никакое не средство массовой информации, а просто правозащитник. Ну, раз пишет в социальных сетях, считай, уже шпион. Что касается иностранного финансирования, здесь не нужно никаких связей со вражеской разведкой или политиками. Достаточно просто получить перевод из-за рубежа. Ну, хоть тысячу рублей от родственника. Или, например, вывести деньги через Патреон. Или получить какой-нибудь грант за научную работу. Впрочем, депутат из «Единой России» Мария Бутина, которая сама отсидела в США за незаконный лоббизм, предлагала вообще от этого нюанса отказаться и записывать в иностранные агенты всех подряд. Ну, не исключено, что к этому все и придет. Последнее дополнение к закону было в прошлом году. Теперь иностранными агентами можно признавать общественные объединения, которые функционируют без юридической регистрации. То есть любую группу людей, которая показалась Минюсту организации. То есть, например, группа ВКонтакте, клуб любителей настольных игр, ну, да вообще все, что угодно. Главное, чтобы под статью попадало. Итого, на 2021 год у нас есть 4 закрепленные в законе категории врагов народа. Это некоммерческие организации иноагенты, те, что занимаются общественной работой, которая нравится людям, но не устраивает чиновников и силовиков. Дальше. СМИ иностранные агенты как раз те, что пишут новости, которые не нравятся власти. Они могут быть как физическими лицами, так и организациями. Физические лица иноагенты – те, кто распространяет новости, которые не нравятся властям, на широкую уже аудиторию. И, наконец, незарегистрированные организации иноагенты – это потенциально все остальные граждане России, которых еще просто не успели записать ни в одну категорию. Со статусом иностранного агента вроде разобрались. Всего в списках иноагентов таких людей и организаций около сотни, даже больше. Давайте теперь посмотрим, чем эта черная метка реально грозит. Ну, вы все видели иноагентские плашки в соцсетях, которые, например, используют телеканал «Дождь» или «Медиазона». Их нужно ставить у каждого поста. Этот текст обязательно должен быть вдвое крупнее текста материала. Поэтому, как вы видели, его всегда набирает прописными буквами. И его можно размещать только после заголовка и перед текстом. И эти слова должны быть отчетливо видны. В аудио и видеоматериалы необходимо вставлять 15-секундную запись предупреждения об иноагентстве. В начале и в каждой паузе. В случае видео – огромную затычку на одну пятую экрана по центру кадра. Если пытаться избегать меток, ну, например, при репостах в социальных сетях, то беспечность карается штрафом по административной статье 19.34.1. Штраф для физических лиц за первое нарушение – 10 тысяч рублей. Для редакторов – 50 тысяч рублей. Для юридического лица, то есть для издания – полмиллиона. За повторное нарушение для физических лиц штраф уже составит 50 тысяч рублей. Для начальников-руководителей – 100 тысяч рублей. А для издания – миллион рублей. А за третье нарушение – до двух лет тюрьмы. Это уже статья Уголовного кодекса 30.30.1. Нарваться на такое взыскание, на самом деле, проще, чем кажется. Ну, например, журналист издания «Семь на семь» Сергей Маркелов поменял аватарку в Фейсбуке. И социальная сеть автоматически сгенерировала об этом сообщение. Естественно, без маркировки. За это на него составили протокол об административном правонарушении. СМИ, которые упоминают иностранных агентов и публикуют созданные ими материалы, обязывают прописывать их статус в публикациях и в своих социальных сетях. С иностранными агентами теперь тяжело работать. И это тоже не случайность, а логичный ход попыткой просто вытолкнуть их из медиапространства. Чем больше издержек связано с такой работой, тем, на самом деле, сложнее им будет находить сотрудников или спонсоров. Дальше. Иностранные агенты должны каждый квартал делать отчеты о тратах на 80 с лишним страницах для Минюста. Если с организациями эта процедура более-менее понятна, то с людьми совсем нет, потому что стандартных правил для них еще не придумали. Портить жизнь физлицам будут уже на свое усмотрение. Иностранным агентам нужно отчитываться о всех поступлениях и расходах. Ну, например, если иностранным агентам мама, например, перевела денег на покупку лекарств в горне, то это вносится в специальную форму. Маме, возможно, придется оформить расход на кассовый ордер. Переводы от родственников на подарки тоже считаются. Некоторые иностранные агенты ограничиваются тем, что переписывают переводы из мобильных банков, другие указывают в точности все траты, то есть что они покупают в супермаркете, что заказывают в социальных сетях. В апреле Госдума приняла закон о том, что кандидаты на выборные должности обязаны на 15% своей рекламной площади указывать связь с иностранными агентами, если такая имеется. Ну вот, например, партия Яблоко эту метку вписали прямо в бюллетень, потому что от нее в Краснодаре выдвигался политзаключенный Андрей Пивоваров, НКО которого годом раньше признали иностранным агентом. Это уже следующий уровень давления, делать иностранных агентов токсичными, чтобы все избегали с ними какую-либо работу. Все иностранные агенты обязаны в течение месяца после включения в реестр зарегистрировать юридическое лицо, чтобы через него отчитываться в Минюст. Зачем это нужно было делать физическими лицами, непонятно. Но для них в законе нет никакого исключения. Сразу же после регистрации и это новое юридическое лицо тоже объявляется иностранным агентом и тоже должно отчитываться само за себя. Вот, собственно говоря, такой постоянно растущий клубок обязанностей. Главное, в этом нет никакой надобности. Людей просто изматывают и унижают. Когда этот закон только принимался, я был одним из нескольких депутатов, кто голосовал против него, естественно, да. А потом уже с трибуны Госдумы зачитывал депутатам, голосовавших за этот закон, список организаций, кого внесли в иностранный агент. И в нем тогда были в основном экологи и правозащитники из региона. Но даже тогда я не мог себе представить, как все далеко зайдет. Ну, собственно, вы можете, как и я, открыть реестр Минюста и посмотреть, кого наше государство записало во враги. Подавляющее число некоммерческих организаций занимаются правозащитой, экологией, поддержкой людей со СПИД, ВИЧ, ну, вообще помощью нуждающимся. Если считать все категории вместе, то львиную долю реестра занимают журналисты, СМИ, наблюдатели из того же «Голоса». То есть, по мнению нашего государства, люди, организации, которые активно реагируют на проблемы своих сограждан, это угроза, с которой надо бороться прямо сейчас. Здесь вы можете сказать, ну, иностранных агентов, конечно, жалко, но кому в России жить хорошо? Почему меня должна волновать судьба каких-то диссидентов, когда своих проблем хватает? Расскажите лучше о нашей жизни. Ну, вот меня недавно спрашивали, почему СМИ не пишут о ситуации со свалкой в Коломне? Ну, был такой вопрос. Власти, типа, обещали закрыть, рекультивировать свалку, ну, вообще что-то делается или нет? Почему об иностранных агентах пишут, а о проблемах обычных людей нет? Вот такой вопрос мне задавали в Коломне. Так вот, друзья, писать об этих проблемах становится просто некому. Именно из-за того, что активно граждан преследуют. Только что местного активиста Вячеслава Егорова посадили на 15 месяцев по Дадинской статье. А Егоров как раз и занимался проблемой свалок в Коломне. Устраивал акции протеста, из-за этого его посадили. То есть теперь этой проблемой заниматься в городе некому. А те СМИ, которые раньше писали о нем, теперь борются за свое уже собственное выживание, потому что их сделали иностранными агентами. То есть о реальных проблемах реальных людей теперь становится просто некому говорить. В итоге общество становится слепым, потому что власть старательно выкалывает ему глаза. А в темноте, как вы понимаете, грязные делишки проворачивать куда проще. Вот, например, юристка Галина Рапова из Воронежского центра защиты прав СМИ, тоже теперь иностранный агент. И вместе со всеми вытекающими. В свое время она помогала простым людям справиться с единороссым вымогателем местным там. Это местный воротила Николай Котельников. Он там сидел на газовой трубе и за подвод коммуникации требовал, чтобы жители местных деревень продавали ему земельные паи за бесцену. Ну, ты хочешь подключиться куда-то еще? У тебя ничего не получится, потому что он заведовал всей местной, ну, заведовал всей местной газификацией, да еще и местный депутат. Вот, когда люди стали жаловаться в разные инстанции, этот Котельников стал подавать на них в суд. И тогда Агапова помогла людям выиграть дело. Вот теперь, когда она вся занята борьбой с абсурдными требованиями Минюста, времени на такие дела у нее остается гораздо меньше. Когда на смену уже Котельникову придет новый вымогательный, бороться с ним будет просто некому. Центр защиты прав СМИ. 25 лет верой и правдой служит обществу. Его юристы защищали и журналистов, и простых людей от обиженных чиновников. Вот, как вы думаете, сможет ли он и дальше защищать право людей на свободу слова? Ну, наверное, да, только уже далеко не так эффективно. Еще один иностранный агент организации «Правовая инициатива», который отстаивает в суде права женщин, которых избивают их мужья, когда полиция не хочет защищать. Также она помогает получить от государства жизненно необходимые лекарства, которые государство как раз и не предоставляет людям. Юристы работают, на самом деле, очень эффективно. Выиграли только в 2020 году, а не для своих клиентов, 2,5 миллиона евро компенсаций через ЕСПЧ. Чаще они действуют на Кавказе, но помогают, на самом деле, всем обратившимся. Именно юристы этой организации добились справедливости для, может быть, помните такой случай, изнасилованной 12-летней девочке из Казани, которую полиции, следователи, эксперты допрашивали больше 20 раз. Эти же иностранные агенты, так называемые, помогают родственникам похищенных людей. Исследовали, сколько женщин, например, погибло из-за убийств чести. Это такая частая история на Кавказе. А когда, например, жители Ингушетии протестовали против передела границ с Чечнёй, именно правовая инициатива предоставила им адвокатов для судов. В благодарность за работу офисы организации просто перевернули там вверх гном во время обысков, а московский пытается и вовсе закрыть. Ну вот, кто будет помогать людям, если правовая инициатива перестанет работать? Государству ведь за этой помощью идти бесполезно. Но даже о судьбе самих иностранных агентов мы узнаем только благодаря тому, что у кого-то еще остались силы об этом писать. И за этими людьми теперь тоже пришли. Например, медиазона, которая освещает уголовные дела, теперь тоже стала врагом народа иностранным агентом. В реестр добавили даже ее издателя Петра Верзилова и главного редактора Сергея Смирнова. Благодаря работе того же Смирнова мы узнали, ну, например, как ОМОНовцы избили болельщика-инвалида Томми вот прямо на матче, а потом обвинили в том, что безногий инвалид развязал драку. От них же мы узнали, как, например, коррумпированный застройщик в Ставрополе посадил простого человека, а сотрудники Центра ЭП Италии и убивали людей в Назране. Вот просто задумайтесь, о скольких преступлениях мы теперь не сможем узнавать? Сколько преступников уйдет от наказания? При издании работает такой специальный проект, называется «Зона права». Кстати, его тоже признали иностранным агентом. Вот его юристы за последнее время успели отсудить деньги для родителей погибшего в перинатальном центре ребенка. Еще они защитили в судах людей, которых пытали полицейские в Татарстане. Это известный случай. Буквально случайных прохожих пытали, которые оказались просто не в то время, не в том месте. Смирнова прошлой зимой самого посадили на 15 суток в Сахарова просто за один твит. Тогда он еще не считался иностранным агентом. А теперь ему нужно каждое сообщение свое, вот любое, снабжать вот этой огромной бессмысленной плашкой, потому что иначе сотрудник силовых органов, который хочет пойти на повышение, составит на него рапорт. У закона об иностранных агентах есть совсем мрачная сторона. Например, в Саратове когда-то существовала такая региональная общественная организация инвалидов, больных с сахарным диабетом. Ну, она получала помощь из-за границы, помогала местным диабетикам, ну, в общем, нормальная работа. По запросу активиста-единоросса ее однажды признали иностранным агентом. И пока вот эта НКО боролась за жизнь в судах, в Саратове погибала 28-летняя женщина, у которой был диабет. Она полгода пыталась сама выбить из государства, ну, все необходимые там лекарства, средства, а потом скончалась. Сама организация диабетиков тоже закрылась. В России за последние годы появился тонкий слой гражданского общества из организаций и вообще неравнодушных людей, которые занимаются проблемами обычных граждан. Защищает избитых женщин, борется за экологию, помогает журналистам, защищает права беженцев и заключенных. Когда их всех поголовно объявляют иностранными агентами, нежелательными, экстремистами, это значит, что их место уже никто не займет. Общество слабеет и легко становится жертвой государства. А государство стремительно становится бандитским. Прямо как все самые проклятые 90-е, от которых нас якобы спас Путин. Только в 90-х бандиты нарушали закон, а теперь они пишут закон сами. И сами же решают, когда его нужно соблюдать, а когда нет. Но в России есть не только иностранные агенты, есть еще и экстремисты. Есть нежелательные организации, есть статья за оскорбление ветеранов, за переписывание истории, за репосты. Для каждого увольня в погонах обязательно найдется какой-то свой враг народа, пишущий посты в социальных сетях, за которого можно получить премию или звезду. Кстати, об экстремистах, да, в кавычках. В них, как известно, уже давно записывают мирных граждан, кто просто публично ругает власть. Но сегодня уже комиссия правительства по законодательству хочет запретить им работать в авиации. Так что борьба с инакомыслящими теперь не останавливается на дурацких плашках и бесполезных отчетах. Власть на полном серьезе собирается полностью лишить активных граждан средств к существованию. Сначала они запретили работать журналистам и правозащитникам. Теперь они лишают работы летчиков и бортпроводников. Ну, скоро и за всеми остальными придут. Это экстремисты, иноагенты, нежелательные. Это в подавляющем большинстве случаев обычные люди. Не шпионы, не преступники. А те, кому просто было не наплевать на проблемы своего города и своей страны. Люди, которые реально пытались решать проблемы или хотя бы говорить о них вслух. Просто говорить. А теперь такими людьми быть просто опасно. И от этого всего проиграет каждый из нас. Кто-то не сможет защитить свой район от свалки, кто-то станет жертвой точной застройки. А кто-то, ну не дай бог, конечно, попадет в руки садистов в погонах, пытающих людей на силу их швабры или бутылок из-под шампанского. И ни одно СМИ не напишет о ваших страданиях. И некому будет вас защитить ни в судах, ни на улице. А главная проблема в том, что еще очень многие в России поддерживают закон об иностранных агентах. Действительно. Почему так? Ну потому что пропаганда каждый день врет и рассказывает, что этот закон защищает страну от влияния извне. Друзья, в наших силах изменить общественное мнение. В наших силах рассказать людям правду. Поэтому я вас всех призываю распространить ролик в социальных сетях. Рассказать о нем всем своим друзьям и знакомым. Но я думаю, не будет лишним подписать петицию за отмена закона об иностранных агентах вот здесь по этой ссылке. Это был Дмитрий Гудков. Не забудьте подписаться на мой канал. Пока.